МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Обгинск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгия Рузвальна. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. В Калужской области в 2021 году восстановлена занятость 12 тысяч граждан. Целевой показатель достигнут и превышен. Владислав Шапша провел заседание регионального штаба по газификации. Более 700 обгинских 11-классников написали итоговое сочинение. 29 ноября в рамках заседания правительства области, которое провел в режиме видеоконференции губернатор Владислав Шапша, были рассмотрены вопросы о реализации комплекса мер по достижению допандемических значений показателей занятости населения на региональном рынке труда и результатах модернизации областной службы занятости. В предваре их обсуждениях Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что эта задача поставлена президентом России Владимиром Путиным. Выполняя ее, наш регион охватил мерами поддержки 21 тысячу человек. По информации заместителя министра труда и социальной защиты региона Ларисы Кулаковой, на начало 2021 года численность граждан, готовых трудоустроиться по найму, составляла 539 тысяч 800 человек. При этом количество занятых граждан сократилось и составило 511 тысяч 600 человек. А количество безработных возросло и достигло 28 тысяч 200 человек. На учете в целях поиска подходящей работы состояло 8,5 тысяч граждан. Незанятых трудовой деятельностью, в том числе на учете по безработице, 7 тысяч человек, что в три раза больше, чем на начало 2020 года. Одной из приоритетных задач в текущем году стало восстановление уровня занятости населения области. Для ее реализации был утвержден комплекс мер по достижению допандемических значений. При его формировании учитывалось, что деятельность по восстановлению показателей должна иметь межведомственный характер, связанный с темпами роста экономики, инвестиционным климатом и восстановлением малого и среднего бизнеса. А включаемые меры должны иметь выраженную адресность и целенаправленное воздействие на определенные категории граждан, наиболее пострадавшие от потери занятости. Итогом работы должно было стать обеспечение занятостью почти 10 тысяч человек. В рамках реализации комплекса мер легализованы трудовые отношения 6 тысяч человек. Финансовую поддержку предпринимательской инициативы получили 72 безработных. Прошли обучение по востребованным профессиям, в том числе в рамках федерального проекта «Содействие занятости» более 1600 человек. Шло формирование базы рабочих мест. В настоящее время она содержит информацию о 14 тысяч вакансий, что на треть больше, чем в октябре прошлого года. Новым форматом вовлечения в трудовую занятость и развитие предпринимательских инициатив стала реализация органами социальной защиты совместно со службой занятости проекта социального контракта для малоимущих граждан. Цель – поменять статус получателя пособия на статус активного работника. С начала года заключено более тысячи социальных контрактов. Одновременно шли модернизация службы занятости, переход на взаимодействие с клиентами в новых форматах на единой цифровой платформе портала «Работа в России». Жители региона одними из первых в России смогли воспользоваться электронными услугами для поиска работы, а работодатели – для подбора персонала. Это стало возможным благодаря участию Калужской области в соответствующем пилотном проекте. Подводя предварительные итоги, можно говорить о постепенном восстановлении рынка труда Калужской области и численности занятого в экономике. В течение 2021 года мероприятиями по восстановлению занятости охвачено более 21 тысячи человек, численность восстановивших занятость граждан – 12 тысяч. Подводя итог обсуждения, Владислав Шапша оценил проведенную работу положительно и дал рекомендации в целях ее совершенствования. «Результаты работы, по крайней мере по тем показателям, которые сегодня приведены, действительно хорошие. Но я прошу вас обратить внимание на то, что есть услуги, которые вы оказываете, которые очень востребованы людьми, но не всегда доходят до адресатов. В частности, вопросы реализации программы социального контракта в том виде, в котором сегодня это реализуется, вызывают определенные вопросы. И люди готовы заключать такие контракты, но не всегда имеют эту возможность. Я вас прошу очень внимательно к этому отнестись». 30 ноября в Калуге прошло заседание регионального штаба по газификации Калужской области. Открыл заседание штаба глава региона Владислав Шапша. Губернатор отметил, что 23 ноября исполнилось 20 лет с момента подписания соглашения о сотрудничестве между Калужской областью и компанией «Газпром». По его оценке, за прошедшие годы в регионе создана инфраструктура для обеспечения газом социальных и коммунальных объектов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также индустриальных парков. Общий уровень газификации области вырос до 79%. Руководителям профильных министерств глава региона поставил задачу в соответствии с утвержденными графиками продолжать реализацию программы развития газоснабжения и газификации области. Срок действия которой рассчитан до 2025 года. Отдельное поручение касалось реконструкции ГРС Боровск. По словам Владислава Шапши, график работ учитывает многие планы и потребности, в том числе техническое перевооружение нескольких газораспределительных станций. Совместно с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Борисовичем Миллером мы утвердили новую программу на период 2021-2025 годов. Подготовлен проект плана графика синхронизации работ на следующий год. И наша задача – следовать этому графику и постоянно координировать действия, чтобы внутрипоселковые сети строились единовременно с межпоселковой инфраструктурой. Во время заседания штаба его участники обсудили ход реализации мероприятий по строительству объектов, предусмотренных планом графиком в 2021 году, а также по догазификации домовладения в газифицированных населенных пунктах. Для выполнения поручения президента Российской Федерации по обеспечению до 2023 года подводки газа без привлечения средств граждан в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домовладений проведена их инвентаризация. Общее количество таких домовладений составило более 21 тысячи. По состоянию на 19 ноября в газораспределительные организации области гражданами поданы более 4 тысяч заявок на догазификацию. С 21 апреля 2021 года уже заключено 1243 договора на технологическое присоединение в газифицированных населенных пунктах, одна из сторон которого – физическое лицо, из них исполнено 208. Завершая заседание штаба, заместитель губернатора Ольга Иванова отметила, что программа догазификации направлена на повышение качества жизни людей. 1 декабря выпускники 11 классов Наукограда прошли первый этап единого государственного экзамена – написание итогового сочинения. Эта процедура считается допуском к ЕГЭ, поэтому получить зачет на первом этапе крайне важно для потенциальных выпускников. Какие направления подготовлены для ребят в этом году – в репортаже наших коллег. Итоговое сочинение – процедура ответственная и непростая. Готовятся к ней выпускники с начала учебного года, так как каждый раз темы этого экзамена для ребят усложняются. Работа над сочинением требует немало усилий. Свои рассуждения нужно еще и подкрепить аргументами. За проведение сочинения отвечают образовательные организации, они создают все необходимые условия. По состоянию на сегодняшний день в реестре будущих выпускников 11 классов у нас 720 человек. Мы уже сформировали базу данных, заявившихся на написание сочинения. В этом году у нас ни один ребенок не пишет изложения, все выбрали сочинение. Все решили пойти вот таким непростым путем. Начальник управления отмечает, что в этом году сформируют комиссию по проверке итоговых сочинений учащихся отдельно выбранных общеобразовательных заведений. Скорее всего, в этом списке окажутся школы с низкими образовательными результатами. Но сделано это будет не для того, чтобы применить так называемые карательные меры, а для обеспечения объективности и прозрачности системы оценивания. Утверждены уже Рособранадзором определены и критерии. Они, собственно, такие же, как и в предыдущий период. Есть определенные требования к объему сочинения, к содержательной части, рекомендуемый объем слов не менее 350, ну и все другие критерии, такие же, как и в прошлом году. Необходимо раскрыть тему, привести доказательную базу и так далее, опираясь на источники из литературы. Направление в этом году следующее. Человек путешествующий, дорога в жизни человека. Цивилизация и технологии. Спасение, вызов или трагедия. Преступление и наказание. Вечная тема. Книга, музыка, спектакль, фильм про меня. Кому на Руси жить хорошо? Вопрос гражданина. Задача перед выпускниками этого учебного года непростая. Направления, которые заданы для написания сочинения, требуют особого внимания и детального разбора. К слову, ученики обнинских школ к этому экзамену подходят ответственно. Вместе с педагогами начинают работу над разбором направлений с начала учебного года. Поэтому 11-классники Наукограда традиционно демонстрируют хорошие результаты на первом этапе единого государственного экзамена. Темы, на мой взгляд, непростые. Здесь для того, чтобы раскрыть тему, нужно иметь достаточно широкий кругозор. Но, в общем-то, посмотрим, как наши выпускники справятся с поставленной перед ними задачей. Сочинение оценивается по системе зачет-незачет. Однако, если с первой попытки сдать экзамен не удастся, то выпускнику дается еще два шанса. Дополнительные сроки написания итогового сочинения обозначены 2 февраля 2022 года и 4 мая 2022 года. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Торжественное закрытие форума волонтеров «Добрый Обнинск» состоялось в администрации города. Участникам были вручены благодарственные письма и памятные подарки. Подробности в следующем сюжете. Во время проведения торжественной церемонии участников форума «Добрый Обнинск» поздравили и поблагодарили организатора мероприятия, отразив в своих выступлениях искреннюю признательность за их бескорыстную помощь тем, кто в ней нуждается. Это очень здорово и в последнее время можно с уверенностью сказать, что добровольчество стало настоящим трендом. И в большей степени это ваша заслуга, потому что вы своей энергией питаете других людей, вызываете внутреннюю мотивацию на добровольчество. Основная задача форума – объединить волонтеров и в очередной раз напомнить людям о взаимовыручке, о благородстве и стремлении помогать не на словах, а делами. Поступки именно по ним судят о том, какой перед нами человек. «Вам огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы самоотверженно, невзирая на свои проблемы, личные дела, находите время, это самое главное, потому что нету ценнее ресурса, чем время. Деньги и все остальное – это процесс накопительный, а вот время его не вернуть. И вы вот так вот от себя, от души готовы его потратить на то, чтобы кому-то стало чуточку лучше». Ежегодный форум «Добрый Обнинск» длился на протяжении 10 дней. В этот период в Обнинском молодежном центре и Точке кипения проходили бесплатные семинары на тренировку коммуникативных навыков. Представители молодежных организаций и добровольцы постарше научились тому, как успешно работать в команде, основам ораторского искусства, а также узнали некоторые методы убеждения незнакомых людей. Также в ходе форума можно было посетить мастер-класс по росписи эко-сумки акриловыми красками, принять участие в дискуссии по защите окружающей среды. Во время форума для волонтеров была проведена викторина «Империя ЗОЖ» на тему здорового образа жизни. Волонтеры Победы организовали среди участников мероприятия сбор добрых пожеланий в адрес ветеранов. Эти письма будут переданы адресатам в канун Дня Победы. Пока длился форум, был организован конкурс «Доброе фото», победителем которого стал Егор Гречушкин с работой «Собака. Лучший друг человека». Определены победители и призеры и в других номинациях. Хочется вас искренне поздравить с наступающим праздником и, конечно же, пожелать вам успеха в вашей деятельности, и чтобы вы все больше и больше зажигали сердец для добрых поступков остальных горожан нашего города. Спасибо большое! Скромные участники добровольческого движения – это не только молодежь. Творить добро можно и нужно в любом возрасте. Такая потребность и мотивация есть у многих, и это тоже показал 4-й форум «Добрый Обнинск». Елена Фильна, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ В минувший вторник на базе технопарка «Обнинск» состоялся офлайн-семинар «Лестница продаж и ваша роль на каждой ступени». Организатором этого мероприятия выступило Агентство инновационного развития «Центр кластерного развития Калужской области». У нас проходит такой семинар-тренинг для представителей бизнеса. Здесь у нас сегодня будут еще и студенты. Тематика мероприятия посвящена продажам, как увеличить продажи, как продавать больше и какие есть особенные приемы для того, чтобы в это непростое время у наших предпринимателей была возможность приращивать свой доход. А для чего это нужно студентам, спрашиваем у главного спикера семинара. Оказывается, это те молодые ребята, проходящие обучение в области коммерции, которые в будущем, возможно, захотят стать предпринимателями. Если они решат идти по пути своей специальности, на которую учились, то знания, полученные на лекции, в дальнейшем могут им пригодиться. Одна из тем, которую мы сегодня будем рассматривать, это типология людей. Она применима очень хорошо и в личной жизни, и помогает находить подход к людям. И будем еще говорить про невербальное поведение. Это, в принципе, вся наша жизнь. Отметим, невербальное общение – то, что мы говорим друг другу без слов. Несловесное, внеречевое общение, передача информации и влияние друг на друга через интонации, выражение лица, позу, жесты, изменение мизансцены, общение. И эта форма взаимодействия сегодня не менее распространена, так как люди зачастую используют немало различных жестов. В сфере продаж, оказывается, невербальное общение тоже играет далеко не последнюю роль. Такая коммуникация может стать для работника данной сферы как врагом, так и помощником. Об этом и узнали участники семинара в прошедший вторник. Кроме того, обсудили и такие темы, как вопросы клиентам и анализ их ответов, а также то, как нужно действовать, если поступают возражения. Также на семинаре обсудили и то, как осуществлять работу в непростой период пандемии. Конечно же, мы от этого сейчас никуда не уйдем. И да, есть определенные классические приемы, но, конечно, мы сегодня будем делать акценты определенные на те ситуации, как работать сейчас. Смысл в том, что сейчас в данное время у клиентов появились несколько другие возражения, несколько другие причины, почему они отказываются от встречи, от продаж, от покупки точнее. И мы сегодня будем рассматривать, как это отрабатывать. В мероприятии приняли участие около 50 человек, которые познакомились с таким понятием, как лестница продаж, а также узнали много нового о взаимодействии с клиентами и правильно выстроенной системе работы. Кроме того, тренинг помогает не только реализовать себя в сфере, но и учит находить подход к разным типам людей в жизни. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, в Фейсбук, Вконтакте и на страничке в Инстаграм, а также на нашем Ютуб-канале. Об интересных событиях в Мелкограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы «Новости», которая выходит по будням в 19 часов. До завтра.